Всем привет! Сегодня обзор китайского светодиодного фонарика. Этот фонарик в данном случае не совсем обычный, фонарик ультрафиолетовый. Модель Огонь H101. Никаких здесь зумов фокусировок не предусматривается, потому что не для того фонарь предназначен. Довольно компактный по размеру. Чуть больше 13 см длина данного фонарика. Диаметр 22 мм. Как видите, имеется шнурок, теоретически предназначенный для крепления на запястье. Практически эта петля слишком узкая для того, чтобы туда просунуть, по крайней мере, мужскую руку, наверное, точно. У фонарика есть три режима работы. Есть полная яркость, есть сниженная яркость и режим стробоскоп. Ультрафиолетовый свет в быту, в таких простых условиях, может использоваться такой фонарик ради чего? Можно использовать для проверки подлинности банкнот, например. Затем карты оплаты, вот эти банковские карты, они тоже, бывает, имеют люминесцентную маркировку. Какие-либо приборы, может быть, там нанесена какая-нибудь светящаяся метка, ну, которая, секретная метка, которая светится в ультрафиолете. Тот же самый антифриз в автомобиле. Можно легко с таким ультрафиолетовым фонариком обнаружить места утечки, потому что он светится в ультрафиолетовом свете. Ну и вообще, любые там биологические какие-то следы биологических жидкостей, например, можно обнаружить. Все, что светится, короче, в такой длине волны ультрафиолета, для всего это можно использовать данный фонарик. По поводу длины волны, если быть совсем точным, то нигде точных сведений длины волны не приводится. Где-то пишут 360 нанометров, где-то 365, где-то 395. Ну, не суть. В этих пределах вот у него длина волны. Продемонстрировать его работу можно следующим образом. Вот, например, я притушу свет немножко и начну с того, что возьму купюру, направлю на нее фонарик. Не знаю, видите ли вы, но вот светятся здесь эти вот волоски. Вот они в ультрафиолете. Сейчас еще раз. Вот это вот. Вот они в ультрафиолете, они светятся. Затем можно взять банковскую карту. Вот, смотрите, эффект, когда я навожу сюда, у меня видны вот эти вот метки здесь. Это вот как один из примеров вот этого вот приименения фонарика. Ну, соответственно, с антифризом, с каким-либо у меня здесь на работе напряженка, поэтому обходимся только вот такого плана демонстрации. В комплектацию входит сетевое зарядное устройство и аккумулятор типа размера 18650. В данном случае аккумулятор тоже я бы назвал проверочным, то есть емкости у него я даже и не знаю, как ее обозвать. Ну, дай бог, чтобы здесь было порядка 1000 миллиампер, и то это, наверное, в лучшем случае. Если бы речь шла о обычном ручном фонарике, либо о, как бы, фонарике налобном, я бы сказал, что данным аккумуляторам нужна замена. Но поскольку это ультрафиолетовый фонарик, который, ну, в принципе, не предназначен для особо длительного включения, то, может быть, и достаточно будет такого вот аккумулятора, который здесь идет комплектный. Есть два слабых места в данном устройстве и в том, что входит в комплектацию. Первое слабое место – это кнопка включения фонарика. За счет того, что он имеет вот этих вот три режима работы, то есть, и для того, чтобы выключить фонарик, вам все равно... Ну, сейчас вот... Вы будете много нажимать на эту кнопку, потому что с каждым включением, с каждым включением меняется режим работы. Соответственно, время, как бы, срок службы данной кнопки будет, я думаю, не особо большим, если этим фонариком часто пользоваться. И второй слабый момент заключается вот в этом зарядном устройстве. Несмотря на то, что оно, ну, вроде как и ничего, да, даже есть индикатор, который во время зарядки горит красным, когда аккумулятор заряжен, он становится зеленым. Но дело в том, что при полностью, совершенно в ноль разряженном аккумуляторе, вот это вот зарядное устройство его может не начать заряжать, оно его может не растолкать. Если вы его вставляете в сетевое, а в обычное зарядное устройство, то вроде как все и хорошо. А когда вы его вставляете вот именно в комплектную зарядку, оно зачастую что и не хочет его заряжать. Вот. Поставляется фонарик, этот огонь, вот в такой вот красочной коробке. Ну. На которой, в принципе, написаны области его применения, ну, одни из возможных областей его применения, ну, никакой, как бы, технической информации данная упаковка в себе не несет. Поэтому еще раз повторяю, что точно какая длина волны у этого светодиона, не знает никто. И все, что написано в интернете, это плюс-минус трамвайная остановка. На этом, пожалуй, и все, что я хотел вам рассказать об этом ультрафиолетовом светодиодном фонарике. Фонарик огонь, модель H101. Работает на аккумуляторе 18650. Жители города Санкт-Петербург и его ближайших пригородов приглашаю посетить наш магазин. Находится он на Ириновском проспекте. Работает каждый день. И те устройства, которые вы видите в наших обзорах, они в магазине у нас есть. Приходите, знакомьтесь воочию. Всех остальных приглашаю подписываться на наш видеоканал. Заходите к нам на сайт. До свидания. До новых встреч.